Место, где ждут и помогают. Самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества» оказывает социальную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь участникам СВО и членам их семей. Как организована работа фонда, увидел временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Он пообщался с сотрудниками и военнослужащими, которые обращаются в фонд. Фонд показывает, что нет сегодня проблем, которые невозможно преодолеть. И раньше это знал, но здесь я особо в этом убедился, насколько неравнодушно. Люди, которые здесь работают, относятся к своей работе. Очень важно, что здесь собраны разные службы и здесь идет как раз такой центр взаимодействия не только сотрудники фонда, то есть и министерства, и другие ведомства, которые в той или иной форме взаимодействуют с ветеранами, с участниками СВО. Самарский филиал Госфонда защитники Отечества работает уже более полутора лет. За это время к специалистам обратилось более 10 тысяч человек. Как сами военнослужащие, так и их родные и близкие. 90% обращений удалось решить, остальные в работе. Руководитель города Иван Носков обсудил с руководством фонда дальнейшие планы совместной работы. Мы выработаем, во-первых, все те новые подходы, по которым ребята обращались с предложением. Конечно, в Самаре есть огромный опыт по различным мерам поддержки, которые мы также постараемся масштабировать и тиражировать на территории всей нашей Самарской области. В каждом внутригородском районе городского округа Самары есть свой социальный координатор. Они плотно взаимодействуют и с главами, и с заместителями, со всеми службами и ведомствами для того, чтобы оперативно, быстро, с заботой, с уважением помогать нашим ребятам. На территории города работает 150 социальных кураторов, которые закреплены за каждой семьей военнослужащего. В каждом районе проходят встречи и обсуждения вопросов, которые возникают у военнослужащих и их близких. Участники СВО и их семьи получают свыше 30 мер поддержки. Это и бесплатное питание для школьников, это бесплатное пребывание детей в дошкольных учреждениях, это и налоговые пославления, которые существуют для участников специальной военной операции, конечно же, материальная помощь, которую мы оказываем и пронению, и семьям, которые находятся сейчас в трудной жизненной ситуации. И таких мер достаточно много. Кроме того, меры, которые распространяются и на другие льготные категории граждан военнослужащим, мобилизованным и контрактникам, а также их семьям, предоставляют в первоочередном порядке. Участник боевых действий с позывным «Шаман» пришел в филиал Госфонда защитники Отечества за юридической поддержкой. Мы сейчас формируем документ с указанием конкретной информации, касающейся моего вопроса, для отправки в ведомство, от которого зависит решение этого проблемы. То есть здесь мне помогают с юридической стороны правильно и грамотно оформить пакет документов перед отправкой. Самарский филиал Госфонда защитники Отечества располагается на улице Демократической, 57. Вход по паспорту работает с 9 утра до 18 часов без выходных. С подробностями можно ознакомиться на сайте фонда и на официальных страницах в соцсетях. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.